всем привет сегодня решила вам показать отель gravity сахал хашир просто территорию отеля мы сейчас сидим ждем ужин смотрите море просто прекрасное море с утра уже плюс 39 на улице жара к вечеру в денечке так знаете это по прохладнее а днем значит здесь детский аквапарк рядом с аквапарком бассейн лежаки там дальше еще один бассейн значит это ресторан здесь проходит детская анимация взрослая тоже здесь на территории тоже два бассейна все зеленое очень ухоженный отель красивый эти корпуса значит здесь номера а с этой стороны это такие как такие как квартирки что ли с выходом прям в сад ну и на басик на бассейн нам сначала хотели дать такой номер у нас семья большая но мы отказались и мы в прошлом году жили все-таки не в квартирках таких а вот в номерах нам понравилось там двухкомнатные номера такие просторные вот для двоих взрослых и один ребенок самое то то есть там одна комната с дверью закрывается и вторая комната такая как гостиная что ли там телевизор еще одна кровать для ребенка ну полноценный такой вот хороший номер просторный вот такая вот красивая ухоженная территория на самом деле я наблюдаю смотрю постоянно и травку косят каждый день чистят бассейны фильтра меняли вот вчера я видела вот в том бассейне не в этом маленьком а вот там дальше чистил парень фильтра значит всеми бассейнами можно пользоваться до шести вечера и на море тоже ну то есть люди плавают здесь заход с берега не очень хороший и но есть пирс потому что то отливы постоянные ну то воды совсем по колено вот в море а а вот с пирса там значит два выхода из пирса один такой маленький такой коралловый риф ну совсем там просто такой а дальше такой большой глубокий коралловый риф очень красивый там рыбки всякие скаты в прошлом году мы увидели там мурену в этом году я не встречала ее смотрите какая территория очень красиво и из моря тоже как бы просят выйти после шести вечера прямо них свистки есть они в свисточек значит свой подаю сигнал и короче все люди на берег выгоняют всех в общем чтобы никого не было на море после шести вечера я так думаю это в целях безопасности потому что все таки красное море оно всякие живности в нем ядовитые и рыбы разные и ежи и все они к берегу наверно ночью выползают не знаю ну в общем после шести вечера купаться запрещено а с другой стороны знаете сначала но мне не очень понравилось думаю ну чё с бассейна то в шесть часов не хочется уходить а с другой стороны я считаю это правильным потому что ребята здесь чистят этот бассейн ухаживают за ним а вот и и ну когда им это делать ночью что ли поэтому я считаю это правильным решение такое они приняли шесть часов вечера закрывают и смотрите ребят вот здесь проход и там тоже есть еще один бассейн приблизительно такой же большой вот эти как сказать такие знаете подъездики такие небольшие и заходишь там тоже такие номера но нам не очень понравилось и поэтому мы живем вообще на пятом этаже в двухкомнатном номере у нас их два номера и два двухкомнатных больших просторных номера насчет того вода горячая постоянно даже с крана вот настолько у нас сейчас жарко больше 40 градусов жары сейчас июнь месяц 2024 года середина июня 12 если точно 12 июня то из крана вот хочется знаете включить чтобы холодная вода пошла она все равно такая знаете ну прохладно летняя такая но не ледяная не холодной воды даже из-под крана не увидите в июне по крайней мере точно вот смотрите еще один басик вот сейчас самое то вообще солнышко спряталась уже тень и можно поснимать походить уже комфортно ночью все в подсветке вот видите на пальме висит вот это это ночью светится пальма ну и так территория вот эти вот все арки они все голубым светятся впереди там эмблема значит gravity написано тоже светится вся здесь где-то вот слушайте вот она типа камень но на самом деле это колонка встроенная музыка играет такая вот такая территория отеля gravity сахал хашиш мне очень нравится здесь нормально вот кто собрался ехать сюда хорошо хорошо в принципе ребята следят за отелем чистенько растительность вся подстрижена газон весь ухоженный вот такие вот кактусы если хотите допустим взять и поехать в город до в кургаду то нужно будет ехать на такси и потому что это такая знаете закрытая территория здесь когда мы въезжаем в сахал хашиш зеленая долина она переводится то эта территория она охраняемая то есть там менты стоят в общем блокпост и вот этот кактус мне очень нравится в общем территория охраняется до хургады можно взять такси 25 долларов стоит такси и кстати 25 долларов можно прокатиться полностью по побережью моря да вот тут не только наш отель стоит все отели пятизвездочные и можно взять гольф кар мы брали на шестерых тоже заплатили 25 долларов и мы то есть все побережье проехали посмотрели какие здесь отели еще есть если чуть дальше туда проехать там есть отель в общем заход такой в песочек прям очень классный отель но у нас нету такого вот чтоб ну песочек в принципе есть но заход в море постоянные отливы здесь но для меня допустим это не категорично я люблю вот сразу с пирса прыгнуть в воду и вот тебе рыбки вот тебе сразу кораллы вот то есть кто любит именно чтобы был пляж и именно песочек то можно взять отель рядом допустим в этом же месте в этом же райончике море море изумительное вода чистейшая прозрачная как в ванной в ванне очень тепло вода теплая ну на самом деле Красное море оно всегда теплое даже зимой я помню мы в декабре отдыхали а то мы плавали и приехали домой в декабре такие с загаром в общем загорелые такие вот здесь кактусы везде установлен полив автополив они вечером включают все это поливают деревья свои и ну видно же что ухаживают в общем за всем и мне вот было принципиально взять ну купить отель забронировать чтобы была сразу первая линия то есть чтобы я через дорогу не ходила там да это уже вторая линия считается для меня это некомфортно то есть мы вот живем вот чуть подальше наш подъезд вот где люди выходят да потом туда дальше это они все идут сейчас на ужин я вышла из номера лифт всегда работает не вопрос всегда можно подняться спуститься нету таких толп людей очень много иностранцев и из Польши и из Германии вот ну и соответственно русских но русских мало и на самом деле это классно есть местное население и вот мы вышли спустились значит с номера чуть-чуть прошли два-три шага и уже сразу тебе ресторан можно по завтракать пообедать поужинать на территории во время того когда дети значит плавают в бассейне да там горки вот эти все работают на территории есть снэк-бар можно взять хот-дог допустим там бургеры дают картошку фри в любом количестве колу спрайт соки это вообще безоговорочно всегда подходишь говоришь что ты хочешь видела люди пьют алкоголь мы не пьем пиво поэтому нас это не интересует вот ну все это имеется в любом количестве вот ну и вот два шага спустился пожалуйста тебе пообедал два шага дошел вот тебе на море мне нравится расположение да конечно может быть для кого-то это будет далековато доехать до хургады для кого-то может быть и дорого 25 долларов платить за такси вот здесь есть значит гипермаркет такой сензамол здесь можно купить одежду я себе здесь покупала в прошлом году значит платье египетское длинное такое платье мы ездили на пирамиды такое оно песочного цвета классное платье в общем египетское платье египетские пирамиды вот а в этом году я решила ну мне муж посоветовал говорит бери комбинезон такой тоже песочный и сверху я брала такую накидку из такой ткани тонкой ну и кстати было очень здорово мы ездили брали экскурсию в луксор и тоже прикольно я выглядела не так как все знаете туристы всегда в футболках в шортах там чуть ли не с голыми жопами а у меня была одежда вся закрыта и вот так вот во первых я не сгорела потому что сейчас июнь потому что сейчас очень жарко и хочется одеть даже сейчас вечером я иду вот в такой рубашечке с длинным рукавом но она прям невесомая знаете легенькая легенькая такая и в шортиках вот и ну сегодня и сегодня вообще 40 и вообще вот сколько мы здесь столько и очень жарко поэтому если какие экскурсии я всегда одеваюсь вот буквально все вот закрытое и по пятке мне подруга говорит почему ты постоянно одеваешь балахоны потому что очень жарко и зачем мне полить ноги допустим открывать их и кроссовки я одеваю ребят я даже вот сейчас я в кроксах я даже сандалии не брала не заморачивалась с этим потому что я знаю что надо обувь закрытая потому что вот здесь вот самая ну в общем где стопы да очень самая нежная кожа и она если сгорит это пипец это больно поэтому в луксор я была вся закрытая мы катались по нилу мне понравилось кстати ребят мы были на банановом острове ходили такие значит маленькие такие ну небольшие кораблики такие даже не знаю теплоходики как это назвать вот и мы спустились к нилу были и на западном и на восточном побережье Нила можно так сказать мне понравилось и экскурсию мы взяли еще дополнительную на банановый остров там обезьяны бананы растут знаете такая плантация банан нас угощали манго дыня была еще какая-то какой-то такой вот плод мы ели не помню как называется не папайя но что-то оранжевая такая не помню вот и мы значит на этом кораблике едим эти манго манго сочные вообще просто сок прям течет прям все липкое вот было очень интересно мне понравилось реально мне понравился Нил мне понравился именно этот банановый остров мы были с детьми нам показали вот этих маленьких там у них вольер с обезьянками я такие фотографии красивые сделала можно было прямо потрогать обезьяну она садилась тебе на плечо очень классно потом значит дали крокодила подержать маленького там у них в Валере большой крокодил мы кстати тоже заказывали фотографа нас фотографировал парень в открытом море мы плавали в общем очень здорово было интересно вот сейчас как вы видите я направляюсь в ресторан на ужин из еды все качественное мало может быть для кого-то это покажется там чего-то мало но на самом деле все есть ну в пределах нормы даже финики вот их не вкусные всегда какие-то коктейли напитки ну наверное это будет уже в отдельном видео хотя не знаю я могу конечно вам показать вот смотрите здесь вот можно взять напиток давай возьмем вот такой вот спасибо всегда здесь чисто кондиционеры ну вы сами я думаю любите что здесь значит выпечка как и в прошлом году здесь можно взять суп суп значит сегодня у нас суп пюре вчера был значит куриный и супы из тыквы вот смотрите здесь тортики всякие пирожные десерты я бы глазами знаете я бы все это съела но глазами а так вообще очень жарко и не хочется сладкого вот такая красота вот такая красота здесь можно выбрать варенье мед яблочный пудинг фрукты фрукты и дыня и яблоки и апельсины и виноград супер здесь восточные сладости очень вкусные очень классные даже казинаки есть а я люблю выпечку с орешками вкусные здесь вот подходят люди берут тарелочку и вот всякие нарезки и салаты баклажаны очень вкусные мне очень нравится здесь местный рис настоящий рис я не знаю почему но вот у нас не продается такой вкусный рис ну по крайней мере это мое мнение значит вот баклажаны рыба всегда есть каждый день рыба каждый день мясо картофель ну вот это далеко это прикол просто вот на самом деле это недалеко это курица овощной рагу бургер из говядины ну то есть такие кусочки котлетки такие говяжьи соусы рис смотрите лепешки так красиво смотрите на фоне печки лепешки вкусные я пробовала и вот такую я пробовала и по-моему такую не вот такую точно ела здесь макароны спагетти можно прям при вас могут приготовить спагетти либо вот просто можно взять вот такие макароны овощи листья салата перец значит огурец лайм зелень сыр вот такой вкусный на завтрак я его обычно беру и здесь тоже какая-то нарезка не знаю для чего вчера здесь был такой стол готовили суши а сейчас не знаю зачем они это нарезали но тоже что-то придумают ну собственно и все можно посидеть значит в зале здесь прохладно кондиционеры можно выйти прямо на фоне моря и там кушать такой вот вид обзор очень красивый будет ну как вы понимаете будет жарко вот поэтому я хотела бы там поесть но жарко будет вот но вид красивый я могу прям выйти и показать вам вот так вот все оформлено столы все чистенько приборы всегда подходит официант говорит какой воды напитки какие принести то есть вот это мне понравилось тоже то есть ухаживаю смотрит там наблюдают когда мы только садимся за стол сразу предлагают напитки садовую я обычно пью потому что кола эспреты уже надоели вот смотрите здесь вот такой вот вид столики и море ну да сейчас отлив и кстати вот эти гольфкары которые я говорила вот так вот прям по побережью можно проехать вон 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 аж туда ну вообще все можно объехать здесь на гольфкаре все ребята я выключаюсь пойду ужинать желаю всем хорошего настроения ну и конечно отдых это всегда хорошо всегда отлично особенно такой хороший отдых в таком хорошем отеле пока пока